Это прямой эфир, меня зовут Мария Владимирова, и я готова сказать вам, алло студия, здравствуйте. Вот и закончились наши летние каникулы, программа начинает новый сезон, а это значит, что у вас вновь появилась возможность нажаловаться на кого-то, рассказать о своих проблемах. Ну а у нас, в свою очередь, появилась возможность помочь вам, то есть найти ответы на ваши вопросы. Сделать это можно несколькими способами. Я имею в виду задать вопросы по телефону прямого эфира, его номер 2-11-45. Кроме того, с этого сезона можно задавать вопросы через смс-центр, его номер 5522. Набирайте слово now, пробел, и затем ваш вопрос. Я думаю, вот такой способ общения, он очень доступный, достаточно простой, и если вы стесняетесь общаться в прямом эфире, то вот этот вариант именно для вас. Кроме того, задавайте ваши вопросы в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке. То есть общайтесь любым удобным для вас способом, но и не забывайте нашу любимую форму общения через сайт телеканала Север, его адрес trksever.ru в разделе «Алло Студия». Так что дерзайте. Ну, что я хочу отметить, несмотря на то, что программа не выходила три месяца, мы были на летних каникулах, вы не переставали задавать свои вопросы. О чем это говорит? О том, что наша программа помогает вам, и вы надеетесь на нас. Ну, а мы, в свою очередь, тоже пытаемся искать ответы. Кстати говоря, целую неделю мы пытались искать ответы на такие, казалось бы, простые вопросы. Вы знаете, сложно, но тем не менее, сегодня вы услышите ответы на некоторые из них. Что ж, я перейду непосредственно к тем вопросам, которые вы нам задавали. Будем дозваниваться, будем искать ответы. Итак, добрый день, Мария. Хотелось бы узнать, в честь кого назван в Нарьинмаре переулок Высоцкого, в честь Владимира Высоцкого, тогда почему, или кого-то другого. На самом деле, вопросы интересные, мы будем искать ответы в архитектурном отделе администрации города Нарьинмара в мэрии, чтобы узнать, в честь кого назван этот переулок. Пока вот наш редактор, сегодня для вас работает Александр Бобрякович, набирает номер телефона, я расскажу немножко о том, что пытались мы найти через интернет, но не смогли. Поэтому будем пытаться так искать. Дозвонились, пытаемся услышать. Идет гудок. Самое главное, чтобы взяли трубку. Да, пока у нас не получается, попробуем еще в течение программы. Вот о чем я вам и говорила, очень простые вопросы, казалось бы, совершенно просто интересно узнать людям, да, дозвониться очень трудно в архитектурный отдел. Следующий вопрос, который вы нам задавали летом, задавали его жители поселка Бугрино. Здравствуйте, у нас в поселке нет работы, большинство людей безработные, и глава работы дает только родственникам. Тут идет ремонт администрации, то есть там будет школа-сад. Но я так понимаю, на данный момент, может быть, уже эти работы закончены, тем не менее, вопрос был. Компания Нарьинмара и рабочие все приезжие. У нас достаточно людей безработных, которые кое-как существуют. Заметьте, по нашим ценам только можно существовать, а не жить. Я строитель, у меня нет много средств на тендер, но есть руки и голова, но не берут на работу. Прошу помочь. Что ж, давайте будем дозваниваться главе муниципалитета Анастасии Филипповне Литковой, чтобы узнать, почему на работу берутся люди-приезжие, а не задействуют местные кадры, местных специалистов. Пока мы дозваниваемся, напоминаю, телефон прямого эфира 2-11-45. Кроме того, работает СМС-центр, его номер 5522. Набирайте НАО, пробел, и пишите ваше сообщение. А пока у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Так, мы дозваниваемся пока, потом будем звонки принимать. Звоним и в бугрино. Вот иногда кажется, что отпуска до сих пор еще продолжаются, несмотря на то, что уже сезон. Но бархатный сезон никто не отменял. Да, у нас есть еще небольшой козырь в кармане, мобильный телефон. Давайте будем звонить тогда на него, главе муниципального образования. Коли уж на стационарный, у нас не получается дозвониться. Напоминаю, что вы можете общаться любыми удобными для вас способами. Это телефон прямого эфира 2-11-45. Кроме того, у нас работает СМС-центр, его номер 5522. Набирайте НАО, пробел, и пишите ваше сообщение. Кроме того, активно пользуйтесь социальными сетями ВКонтакте, Фейсбук. Задавайте ваши вопросы там. Я их увижу сразу во время эфира. Ну и, конечно же, через сайт телеканала «Север» в разделе «Алло Студия». Задавайте вопросы, мы будем пытаться отвечать на них. Что ж, до бугрино мы пока не дозвонились, потому что и мобильный телефон главы муниципалитета оказался выключен. Может быть, в пути, может быть, в отпуске. Узнаем все и сегодня. Самое главное, я хочу вам сказать, что ни один вопрос у нас не теряется. Мы всегда оставляем их, мы всегда пытаемся найти ответы, чтобы в какой-то из передач, может быть, в следующей, может быть, через одну, обязательно вам ответить. Дальше вопрос, на который у нас есть ответ. Мы вот прямо, знаете, подстраховались и заранее съездили, и записали на него ответ. Здравствуйте! Можно узнать, когда будут выдавать гарантийные письма по программе «Жилище» и как быстро вообще будет двигаться очередь? Сколько писем будут выдавать в год? Спасибо! Этот ответ, ответ, вернее, на данный вопрос мы получили у заместителя губернатора, у руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Нинель Семяшкина. Давайте послушаем, что она сказала по данному поводу. Сейчас, в принципе, у нас сумма средств выделена примерно на уровне прошлого года, но учитывая то, что программа действует с 12 лет, с 12 года, и у нас очень много нужно выплачивать проценты, гражданам размещать, поэтому средств у нас хватило в этом году только на 18 человек. Вот у меня последняя справочка. 18 субсидий выдано, одно уведомление направленное. Могу даже сейчас вам сказать информацию, пожалуйста, у нас сумма, общая сумма 200 миллионов 803 рублей, а не такая уж и маленькая. Из них только 50 миллионов на проначальный взрос получается. То есть 3 четверти уходят на 5 лет. Какая сумма будет выделена на следующий год, сказать не могу. Будем отрабатывать. Может быть, в конце этого года нам дадут какие-то возможности. Смотрите, я еще ряду шла на следующий год. Будет зависеть от того, сколько бюджетных дел будет принят, и будет выяснено, что на будущий год. Средства выделены. И на все средства, которые будут выделены на следующий год по данной программе. Например, общальный взрослый мы посчитаем, сколько нужно будет на проценты исходя из того, сколько нам даст ставочку. Например, на 1 декабря нам дадут банки ставку, сколько мы не погасили кредит. Мы сделаем расчеты процентов, и остальную сумму направим на гарантийные письма в конце года. А сейчас большая очередь, да, стоит? Сколько человек? Очень большая. Более двух тысяч. Если финансовая ситуация в целом круге изменится, соответственно, будет больше суммы на 10-11. Все зависит от шика. К настоящий момент прорабатываем вопрос и подготовим нормативный документ о том, чтобы у нас сегодня многодетные идут вне очереди. Мы подготовим нормативный документ, чтобы половину места отдавать многодетным, а вторую половину, а остальную очередь, чтобы обе очереди явились. Такой документ, наверное, подготовлен в департаменте финансовых направлений. Видите, мы тоже пытаемся как бы учитывать интересы всех групп населения. Но единственное, что мы надеемся, что вот такое затишье на рынке позволит все-таки снизить заночную стоимость жилья, и у нас больше людей могут купить квартиры. Потому что сегодня стоимость жилья в Наринмаре никак не соответствует уровню востребованности жилья в нашем городе. Не на уровне жизни, не на уровне жизни населения, не на уровне доходов населения, не на уровне престижности города. Сегодня цена в квартире Наринмаре на уровне Москвы. Только потому, что спрос, в том числе и в данной категории праздника, не превышает предпождаем. И, к большому счету, мы не заинтересованы вздувать цены на вторичную область. Сегодня квартиру можно купить за 5-6 миллионов. Представьте. Реальная стоимость квартиры в Наринмаре наверное, довольно-таки исполнена. Что ж, я думаю, ответ был достаточно развернутым, и наши телезрители получили интересующую информацию. Напоминаю, что это программа Алло Студия, мы работаем в прямом эфире, мы были на летних каникулах, теперь вернулись, и с нетерпением ждем общения с вами. По телефону прямого эфира его номер 2-11-45. Кроме того, пишите нам на СМС-центр на номер 55-22, набирайте НАУ пробел и ваш вопрос. Вот такой способ через СМС-сообщение очень удобен. Быстро с телефона можно набрать, отправить и получить ответ на интересующий вас вопрос. Кроме того, пишите на сайте trksever.ru в разделе Алло Студия и пользуйтесь социальными сетями ВКонтакте, Фейсбук, задавайте вопросы. Я все вижу в режиме онлайн, и мы будем, конечно же, выдергивать, цеплять ваши вопросы и отвечать на них в программе Алло Студия. Хотя на самом деле вопросов уже очень и очень много. Вы молодцы, вы летом не отдыхали, вы старались, вы писали, вы беспокоитесь, вы переживаете. Ну а мы, в свою очередь, стараемся искать ответы на них. И вот, кстати говоря, один из вопросов, который поступил тоже к нам, вот буквально в конце августа, касается норм ГТО. Сейчас я зачитаю данный вопрос, чтобы не быть голословной, и мы, конечно же, будем искать на него ответ. Итак, мой сын в этом учебном году заканчивает школу. Я слышала, что выпускникам предстоит сдать нормы ГТО. Расскажите, пожалуйста, где дети будут сдавать нормы ГТО, каковы нормативы, и что даст ребенку успешная сдача тех самых нормативов. Что ж, давайте будем дозваниваться тогда в департамент наш по образованию и искать ответ на этот вопрос именно там. Сейчас будем набирать. Спорткомитет Шевелев. Здравствуйте, Игорь Павлович. Добрый день, Дая. Вас беспокоит Мария Владимирова, телеканал Север, программа Алло Студия. Мы в прямом эфире. К нам поступил вопрос, касаемый норм ГТО. Я вам зачитаю вопрос, а от вас хочется услышать ответ. Мой сын в этом учебном году заканчивает школу. Я слышала, что выпускникам предстоит сдавать нормы ГТО. Расскажите, пожалуйста, где дети будут сдавать нормы ГТО, каковы нормативы и что даст ребенку успешная сдача нормативов. Могли бы вы нам пояснить по данному вопросу, даже не нам, а телезрителям, которые задают этот вопрос. Да, но надо немножко подготовиться, чтобы более квалифицированный ответ дать. Надо прямо сейчас ответить? Да, у нас прямой эфир, вот формат такой передачи. Поступил вопрос, мы ищем ответ на него. Ага, значит, давайте про преференции, которые может получить выпускник. С 16-го года при поступлении в высшие учебные заведения многие высшие учебные заведения будут начислять дополнительные баллы, наверное, так можно сказать, для выпускников, имеющих золотые знаки отличия ГТО. То есть, это мало того, что если ты ЕГЭ хорошо сдал, да еще и нормы ГТО отлично, то у тебя больше шансов? Да, шансов, да, больше. Причем, достаточно высокие баллы. Но это проект, ну, по крайней мере, вот они проговаривались, хотели в 15-м году ввести уже эти условия. Но очень реально говорят то про 16-й год. Кто говорит, говорит Министерство спорта Российской Федерации и региональный оператор внедрения комплекса ГТО, он находится в Казани, есть такая автономная некоммерческая организация, вот мы как бы с ними работаем вплотную, где будут сдавать школьники. Теперь, да, вопрос ГТО. Значит, у нас в округе создаются, по крайней мере, документально уже есть созданы центры тестирования ГТО и региональный оператор ГТО. Региональным оператором ГТО определен детско-юношеский центр «Лидер». Центрами тестирования определены детско-юношеская спортивная школа искателей поселка и детско-юношеский дворец спорта для детей и юношеского труд. Вот, если речь идет о школьниках города Наринмара, как правило, у нас тут большинство людей проживает, это будет дворец детско-юношеский центр «Лидер». Что такое региональный оператор? Это организация, которая аккумулирует у себя всю информацию по тестированию и затем эту информацию направляет федеральному оператору. И там уже машина, ну, автоматически, все считается и оттуда присылается подтверждение, что вот этот участник сдал нормативы ГТО, но такой-то значок этот не сдал. У нас в этом году уже была практика, мы в мае месяце проводили декаду ГТО, у нас участвовала одна ступень только, учащиеся каких классов? Седьмых и восьмых классов? Седьмых и восьмых классов. И вот по итогам сдачи этих нормативов у нас порядка восемнадцати человек, по-моему, серебряные знаки получили. Да? Сколько? Сейчас, секундочку. Значит, двадцать четыре бронзовых, тридцать два серебряных. и два золотых знака. Ну, достаточно хороший результат. Один пересдал, уже три золотых у нас уже знака, причем двум человекам уже вручены эти знаки, они выезжали на всероссийский фестиваль, ребята, там им вручили. Знаки нас... Давайте я уж там заодно, да? Давайте. Мало ли, что там еще понадобится информация. Знаки эти нам еще не поступили, они тут тоже централизованно приходят от федерального оператора из Казани. предварительно обещали нам выслать эти знаки в ноябре месяце. И знаки все будут вручаться в торжественной обстановке. Может быть, линейки в школе, может быть, новогодний губернатор с Казани. Что-то такое, это будет обязательно в торжественной обстановке, с приглашением средств массовой информации. Вот, кстати говоря, в продолжении темы, Игорь Павлович, многие говорят о том, что мало того, что выпускникам нужно к ЕГЭ готовиться, это большая нагрузка, тут еще и нормы ГТО навалились. То есть они действительно такие серьезные и невыполнимые? Нет, нет, они вполне... Вот мы только что с вами говорили. Да, да, да. То есть у нас прошло тестирование в декабре, и у нас, сколько мы нас считали сейчас с вами, 70 человек вообще? Да, там 24, 33. Это школьная программа. Я уж правду говорить. То есть все, кто в школе дает на 4 балла, там на 5 баллов оценку получает по школьной программе, они очень легко задают эти нормативы ГТО. Поэтому здесь сложности вообще нету на самом деле. То есть можно сказать, чтобы родители не переживали, не боялись по этому поводу? Нет, нет. К тем, кому дано, у того все получится. Есть исключения, конечно, ну сложно идет, да, какой-то вид, например, вот там, без, избыточный, или же, ну, человек, которому... Далек от спорта. Да, заниматься спортом. Ну, к сожалению, не все же могут заниматься спортом. Да, да, да. Ну, не сдастся, но за счет ГТО. А в основном для среднего уровня это вполне проходимый результат. Что ж, я вас больше не буду мучить. Спасибо вам огромное. На мой взгляд... Мы рады поделиться информацией. Спасибо большое вам. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Что ж, вот успокоили нас представители как раз-таки образования Ненецкого округа, что не надо бояться, дети не будут вот загружены очень сильно. Что ж, пока вы дозваниваетесь, номер телефона прямого эфира программы Алло Студия 2-11-45. Звоните. Вы знаете, как я соскучилась по вашим телефонным звонкам? Даже не представляете. Ну и пишите на смс-центр 55-22. Набирайте НАО и пробел оставляйте ваше сообщение. Обращайтесь в социальных сетях к нам в Фейсбуке, ВКонтакте, ну или на сайте crksever.ru в разделе Алло Студия. А сейчас приятная новость для тех, кто неоднократно задавал в прямом эфире вопрос, касаемый авиасообщения с Республикой Коми и с Кировом. Быстро отвечу и приму телефонный звонок. С сегодняшнего дня началась продажа билетов по данным направлениям, о которых я сказала чуть ранее. Первый пассажирский рейс авиакомпании Коми Авиатранс в Ненецкий округ будет выполнен 13 сентября по маршруту Сыктывкар-Нарин-Маркиров и обратно. Регулярные рейсы будут выполняться по воскресеньям на реактивных самолетах. Так что можете уже бежать за билетами. Продаются они в офисах продаж агентства Вертас и на официальном сайте авиакомпании. А я приму телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, Александр. Маша. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой. У нас в совхоз на остров насыпь идет и выход на эту насыпь раньше была пешеходная дорожка между 13 и 15 домом переулка Сахалинского. И все безопасно ходили. А сейчас 15 дом перегородил заборами дорожку эту сказали, что это и земля и всем придется через автомобильную дорогу обходить эти дома и в том числе детям а там поворот опасный и машины едут и не видно идут там пешеходы за поворотом или нет. А на каком основании они себе этот кусочек земли захватили так сказать? Им кто-то разрешил это сделать либо сами? что им отдали спасибо вам большое в администрацию администрация города спасибо вам спасибо большое Александр мы сейчас будем дозваниваться тогда в мэрию кстати сказать в мэрию мы будем звонить господину Гончарову и вопрос к нему еще у нас предостаточно давайте начнем с этого вопроса так мы звоним звоним будем выяснять я вас сейчас пытаюсь знаете алло да здравствуйте добрый день скажите пожалуйста кто бы мог это телеканал Север беспокоит вас кто бы мог пояснить мне следующую ситуацию по переулку Сахалинский там вот люди в общем-то захватили часть проезжего пути который вот как бы служит и для пожарной безопасности огородили ну это вам надо руководитель 40123 Александр Васильевич 40123 Александр Васильевич 40123 спасибо большое до свидания будем сейчас дозваниваться руководителю и получать ответ я еще пытаюсь найти еще вопросы потому что много вопросов я вам скажу связанных с тем что перекопан у нас город Нарьенмар да да алло здравствуйте Александр Васильевич да вас беспокоит программа алло студия телеканал север Мария Владимирова поступил к нам вопрос от жителей переулка Сахалинский говорят что там жильцы 15 дома захватили участок территории он вроде бы как служил проездом в качестве пожарной техники да и люди там ходили да и сейчас вот они захватили территорию говорят что разрешила это сделать мэрия вы бы нам могли пояснить ответ дать на данный вопрос какой переулок Сахалинский между домом 13 и 15 переулок Сахалинский между домом 13 и 15 захватили жильцы 15 дома участок проезжей части сославшись на то что ты им разрешила сделать мэрия надо посмотреть вы можете сейчас посмотреть мы в прямом эфире и люди звонят возмущаются хотят услышать мы в прямом эфире а у нас сейчас совещание идет поэтому я записал нет вот вы знаете да я целый год вам звоню у вас всегда совещание тогда вы запишите еще пожалуйста вопросов вопросов много давайте вы направьте нам их на факс мы все их осветим ваши вопросы вы телезрителям как будете по факсу вопросы освещать ну вы то нам адресуете мы вам ответим вы должны отвечать а не я я же за вас не могу отвечать вот так вот работает наша уважаемая мэрия вот так вот она решает вопросы горожан ну что ж я просто-напросто озвучу те вопросы которые еще были как обычно с наступлением осени начались раскопки по всему городу и это вот Александр Васильевич вам тоже нужно было слышать а не бросать трубку куда ни глянь копают это конечно необходимо но возникает закономерный вопрос совсем недавно на многих улицах положили свежий асфальт неужели в нынешнем году его вновь начнут долбить и рыть траншеи как это бывало раньше я бы тоже хотела услышать ответ на этот вопрос потому что город перекопан весь вдоль поперек и по диагонали кроме того еще был один телефонный звонок к нам до эфира люди спрашивали почему в районе городского моста сняли плиты и сейчас вот уже как две недели люди вынуждены ходить просто-напросто по песку таскаясь с колясками да и вообще лежали плиты куда они подевались если хотели заменить то что-то бы временный вариант какой-то придумали вот этот вопрос Александру Васильевичу я тоже хотела адресовать но уважаемые телезрители мы будем по факту получать ответы от мэрии видимо так им удобно общаться с горожанами если вы помните до наших каникул я вас приглашала и говорила давайте соберемся и пойдем со всеми вопросами которые у вас есть в мэрию господину Гончарова но к сожалению почему-то никто не отозвался на мой призыв одна я не решилась туда пойти потому что ваших вопросов столько много что мне не донести и не унести все ответы было бы что ж я жду ваших звонков по номеру 2-11-45 это программа Алло Студия мы работаем в прямом эфире кроме того задавайте ваши вопросы посредством сайта трксевер.ру в разделе Алло Студия ну или пишите на смс-центр его номер 5522 набирайте now пробел и оставляйте ваши вопросы ну а также социальные сети вам в помощь в фейсбук и вконтакте 2-11-45 мы работаем в прямом эфире это программа Алло Студия я конечно же с нетерпением жду ваших вопросов давайте попробуем кстати говоря может быть там вся мэрия сейчас на совещании сидит но тем не менее у нас есть уж совсем банальные вопросы такие казалось бы да совершенно не требующие длительных разбирательств есть комиссия подстопонимника которая принимает решение через кого был назван переулок Высоцкого в Наринмаре Александру Юрьевичу давайте еще раз попробуем позвонить потому что может быть он появился а может быть он на том же пресловутом совещании находится будем дозванивать гудки тревогу какую-то прям вот дают потому что так думаешь не возьмут а потом самое смешное что оказываешься права и не взяли трубку не берут что ж печально но давайте тогда еще позвоним мы в Буглино у нас тоже есть туда вопрос вопросов на самом деле очень много ну вы звоните задавайте мы будем отвечать на них а вот как быть нам прям вот хоть сейчас отправляй камеру туда звоним в Буглино такое ощущение что тоже ситуация не поменялась в прошлой неделе так к сожалению не беру трубку будем принимать телефонный звоночек алло сейчас у нас будет телефон сбросился да 2-11-45 телефон прямого эфира звоните задавайте ваши вопросы ну а пока вы дозваниваетесь я вас познакомлю с полезной информацией быть может быть кто-то пожелает принять участие в данном проекте итак жители Ненецкого округа могут стать авторами книги как мы пережили войну народной истории это совместный масштабный проект телерадиокомпании звезда издательства АСТ который был запущен в апреле этого года и посвящен 70-летию Великой Победы и приглашают всех желающих написать историю из семейного архива военных лет о событиях и случаях из военного детства и жизни своих родителей или родственников которые наиболее ярко характеризуют то тяжелое время реальную жизнь на фронтах в тылу и в оккупации в плену 41-45 готов лучшие рассказы войдут в сборник и в дальнейшем будут опубликованы сбор рассказов будет осуществляться до ноября 2015 года выпуск книги планируется на апрель 2016 года присылать ваши рассказы и фотографии можно на электронную почту победа 70 собачка звездамедиа.ру также в сборник войдут рассказы советского и российского актера театра и кино Льва Дурова советская актриса театра и кино Виктория Лепко писателя Захара Прилепина и других деятелей театра кино и культуры так что жители Ненецкого округа могут тоже внести свой вклад в на мой взгляд такой грандиозный проект книгу как мы пережили войну народная история есть телефон и звонок Ольга Васильевна здравствуйте алло алло здравствуйте говорите пожалуйста да я хотела бы сказать о ценообразовании так на плодовощную продукцию угу вот потому что я с удивлением прочитала выходила на сайт новости нау там прочитала что оказывается у нас цены на плодовощную снизились угу вот это в Коткино я нахожусь вы в Коткино да находитесь да Ольга Васильевна вы могли бы немножко либо потише сделать телевизор либо отойти от него потому что у нас заводка по звуку идет да хорошо а вот давайте сколько у вас в Коткино я считала что-то они снизились у нас у нас да у нас цены ну например огурцы сколько у вас стоит ну огурцы у нас 120 но у нас понимаете даже самая простая самая простая такая продукция это яблоки угу у нас дикие цены представляете если яблоки от 150 то это такие яблоки которые ну не знаю ужасные и до 200 с чем-то хорошо вот я вот я думаю занимается у нас мониторингом цен хорошо сейчас мы попытаемся позвонить в статистику дабы узнать ответ на этот вопрос они же делают подобные мониторинги и выводы хорошо спасибо вам за интересный вопрос Ольга Васильевна у вас в Коткино что еще интересного есть какие проблемы давайте заодно в Коткино да вот я была в Коткино один раз мне там так понравилось да ну у нас сделали хорошие мостовые спасибо главе вот видите как замечательно когда глава да я была в отпуске и приехала очень хорошие мостовые сделаны везде поменяли здорово да вот то есть не везде так плохо то есть получается за дорогими яблоками вы теперь ходите с комфортом спасибо большое Ольга Васильевна мы сейчас будем пытаться искать ответ на ваш вопрос всего доброго до свидания всему Коткино привет это программа Алло Студия мы находимся в прямом эфире вот мы получили звонок из Коткино давайте будем дозваниваться в статистику и узнавать откуда они берут такие вот данные о том что у нас снижение на плодоовощную продукцию цен произошло надеюсь нам сейчас помогут потому что действительно цены достаточно кусачие и не всегда те цены соответствуют тому качеству вот я например приехав из отпуска много-много раз покупала здесь любые фрукты овощи вы знаете я всегда огорчаюсь потому что ни разу я еще не купила такие фрукты овощи которые бы от которых бы мне хотелось сказать вах как это вкусно вот и просто денег жалко действительно 211-45 телефон прямого эфира кроме того пишите к нам на смс-центр его номер 5522 набирайте нау пробел и ваш вопрос будьте поактивнее если вы активны то и у нас будет кипеть работа а то вот редактор Александр Бабрякович у меня уже заскучал от того что некуда звонить она вот там смеется потому что пытается дозвониться вот наверное занята а быть может не берут трубку как у нас обычно бывает тем не менее статистика скоро будет у нас на связи со студией другой вопрос будут ли они отвечать на этот вопрос который мы им зададим вот люди кстати говоря не только через эту программу Алло Студия спрашивают про цены образования и просто так звонят к нам в редакцию тоже интересуются звоним здравствуйте алло здравствуйте скажите пожалуйста с кем бы я могла пообщаться меня зовут Мария Владимирова телеканал Север программа Алло Студия прямой эфир по ценообразованию на плодо-овощную продукцию была распространена такая информация что цены снизились у нас а жители города и округа к нам звонят сюда в эфир говорят что напротив цены стали выше вы же занимаетесь статистикой да мониторингом да да конечно то вам надо будет обратиться в отдел информации 2.16.24 Любовь Александровна или начальник Евгений Брониславович так 2.16.24 или еще как ну один телефон один просто или Любовь Александровна или начальник отдела Евгений Брониславович Казицын спасибо большое за консультацию спасибо не за что до свидания до свидания сейчас будем дозваниваться по крайней мере мы понимаем что мы дозвонились туда куда нам нужно по адресу вот теперь только вот до этих двух людей надеюсь кто-то будет на месте а пока мы дозваниваемся вы тоже дозваниваетесь к нам в студию по телефону прямого эфира 2.11.45 Ненецкий стат слушаю вас алло здравствуйте Любовь Александровна вас беспокоит телеканал Север программа Алло Студия меня зовут Мария Владимирова это прямой эфир мы к вам вот в общем-то по какому поводу была распространена не так давно информация о том что в Ненецком округе отмечен спа цен на плодо-овощную продукцию сейчас к нам в эфир звонят жители в том числе вот в частности Коткины и говорят что напротив никакого вот нет падения цен наоборот яблоки например стоят от 150 рублей расскажите пожалуйста как проводится мониторинг цен на основании чего делаются выводы о том что цены у нас стали ниже согласно федерального плана стат работ обследование по ценам то есть мониторинг цен у нас производится по городу Наринмару а села по сельским населенным пунктам мы мониторинг не ведем согласно федерального плана стат работ а как вот расскажите как эта работа ведется обход всех ларьков идет или как да у нас плановый обход еженедельный плановый обход магазинов ларьки в это обследование не входят то есть по магазинам а как же тогда быть жителем сел они вот тоже хотят чтобы у них цены снижались и тоже хотят слышать такую приятную информацию там получается могут вообще задирать любой ценник раз они не попадают в статистику даже ну это как бы это уже не наша прерогатива мы не знаем скорее всего это ну статистика обследованием цен мониторингом цен на сельских населенных пунктах не занимается и поселки искателей не занимается а есть какой-то орган который этим занимается либо нет я не могу сказать не можете а тогда может еще поделитесь на какую еще продукцию у нас например цены снизились или только плодоовощная продукция по итогам вот августа например сейчас минуточку посмотрим или наоборот может быть там рост на что-то отмечен многие возвращаются из отпусков пока еще не совсем понимают что сколько стоит начинают сравнивать вот быть может вы сейчас успокоите граждан скажете что сейчас минуточку я не могу сейчас сразу так я могу посмотреть могу ответить вам чуть-чуть давайте так сделаем у нас в сегодняшней в рамках сегодняшней программы у нас не получится давайте мы вам в следующий понедельник позвоним и пообщаемся хорошо так пойдет ну я думаю что может быть лучше вам с начальником отдела поговорить на эту хорошо ладно или с начальником отдела а вам все равно спасибо большое пожалуйста спасибо до свидания до свидания есть у нас еще один телефонный звонок здравствуйте так сбросили 2-11-45 телефон прямого эфира вы пожалуйста не бросайте трубки потому что как вы видите вот лично мне как ведущей программы как автору хочется всегда допытать моего интервьюера прям вот чтобы выяснить все-все-все нюансы чтобы не оставалось потом у вас вопросов вот к сожалению да статистика у нас не занимается мониторингом цен на плодообочную да вообще на любую продукцию в сельских населенных пунктах округа хотя на мой взгляд странный да ну вот так таков федеральный стандарт так что вот либо в городе закупаться хотя я понимаю что не все невозможно все привезти из города есть телефонный звонок здравствуйте Галина Петровна говорите пожалуйста меня вот такой вопрос интересует в Наряне Виндер в номере газеты за 27 марта был материал ломать не строить так детские дома 14 и 15 год вот уже на носу Новый год да и меня вот интересует когда будет снос дома по улице юбилейный дом 22А так юбилейный 22А да хорошо потому что нигде нигде ни у кого точного ответа узнать мы не можем а вы тогда мне скажите информацию ведь предварительно наверное вам говорили на какой период назначен я тут сколько раз пыталась звонить то там мастер или кто там начальник на объекте то там куда-то ушел то еще что-то а скажите куда вы звонили да там в администрацию вот это куда это администрацию города в администрацию города 4-58-97 звонила 4-58-20 да ну в общем когда-то будет снос домов-то будет нет хорошо хорошо мы в течение этой недели потому что сейчас у нас уже программа будет подходить к своему завершению мы просто-напросто не успеем позвонить и потом господин Гончаров который в общем-то отвечает за это нам сегодня мягко намекнул на то что общаться он с нами не хочет только в письменном виде да мы в письменном виде сделаем запрос и у нас есть целая неделя для того чтобы вот этот уважаемый человек ответил вот этот меня интересует дом хорошо все я все записала так что следующий понедельник будем ждать спасибо до свидания 2.11.45 телефон прямого эфира времени конечно остается уже очень и очень мало но тем не менее если вы еще дозвонитесь и зададите ваш вопрос мы попытаемся найти на него ответ я же сейчас делаю контрольную проверку всех наших возможностей для вашего общения так я хочу понять почему автобусы ходят так редко давайте позвоним в АТП я думаю что мы еще успеем я знаю что новое расписание принято оно тоже опубликовано и вот почему автобусы ходят так редко и вот кстати говоря как мне сейчас вот наши тоже же режиссеры и все остальные звукорежиссеры операторы все кто работает над этим проектом тоже люди у них тоже есть вопросы и вот интересуется что автобусы такие что коляску не запихать здравствуйте так сбросили давайте тогда будем дозваниваться в АТП чтобы поставить точку в сегодняшней программе все остальное у нас пойдет на следующий понедельник в программу Алло Студия время у нас истекает что и в АТП не дозвонится вот и пошел шквал вопросов пока мы дозваниваемся я зачитаю ваши вопросы озвучу чтобы вы понимали что ничего не потерялось понятно что в этот понедельник мы уже на них не отвечаем но в следующий обязательно из Шойны к нам пишут в этом году у нас запретили аренду Дома культуры индивидуальным предпринимателям в магазинах у нас ничего нет а если есть то в три дорога просьба всех жителей отменить запрет будем звонить мы и в Шойну тогда узнавать общаться почему такое произошло только в следующий понедельник а сейчас до АТП еще раз попробуем дозвониться идет гудок алло здравствуйте вас беспокоит программа алло студия телеканал север меня зовут Мария Владимирова это прямой эфир к нам поступил вопрос от жителей города почему автобусы ходят так редко вы бы могли пояснить почему что за новое расписание новое расписание утвержденное установлением главы администрации города это по городским маршрутам по окружным маршрутам окружной администрации утверждено а так там действительно сокращение рейсов да а почему по сравнению по сравнению с чем сокращение по сравнению с летним расписанием там увеличение рейсов а с предыдущим зимним с предыдущим зимним да там сокращение идет а что невыгодно нерентабельно убытки в связи с недостаточным финансированием Угу. И выхода пока никакого нет из данной ситуации? То есть не рассматривается вариант увеличения рейсов? Не рассматривается. В этом году или вообще в принципе? Ну, расписание утверждено пока на весь зимний период. То есть до 16-го года, да, зимний период? Вопрос? Ну, зимний период у нас включается, 16-й период. Но вопрос о финансировании до конца года, по крайней мере, еще до конца года однозначно это расписание будет. В следующий год пока ситуация не ясна. Но предположение, что увеличить нам финансирование мало. Мало. Что ж, спасибо вам большое за ответ. Могу только сказать Виктору, который задавал этот вопрос, что, наверное, придется либо ногами больше ходить, либо покупать собственную технику. Ну, это я, конечно, уже иронизирую. Печально, конечно. Что ж, дорогие друзья, я вас благодарю за то, что вы принимали активное участие в программе «Алло Студия». Мы вернулись из отпуска. В следующий понедельник мы увидимся вновь. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Мы будем искать ответы. Скажу в конце программы, что у меня сегодня день рождения. Я очень счастлива. И поблагодарить вас за то, что вы с нами. Всего доброго. До свидания и будьте счастливы.